Кремль против американских журналистов В Кремле сегодня потребовали объяснений от американского телеканала Fox News, журналист которого в ходе интервью с Дональдом Трампом применил к Владимиру Путину слово «убийца», в английском буквально «киллор». Представляете, кошмар. Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании. Телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли послал к черту Пескова и всю кремлевскую ОПГ. На требование извинений за то, что он назвал вещи своими именами, журналист ответил следующим образом. Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения. Но на это может потребоваться некоторое время. Давайте вы меня об этом снова спросите в году, эдак, 2023-м. Также О'Райли пояснил, что имел в виду, назвав Путина убийцей. По словам телеведущего, все интересующиеся жестокой историей Путина могут прочесть книгу «I War» Билла Герца, в которой рассказывается об обстоятельствах смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Напомним, его в 2006 году в Лондоне отравили депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. Литвиненко напоили радиоактивным чайком с полонием-210. В январе 2016 года судебный следователь Роберт Оуэн в суде Лондона озвучил следующий вывод. Операция ФСБ по убийству господина Литвиненко была, вероятно, одобрена главой ФСБ Патрушевым, а также президентом Путиным. В парламенте были сегодня очень серьезные дебаты. То есть я понимаю, что эта тема сейчас волновала всех. И несмотря на то, что события произошли практически 10 лет назад, она остается очень острой, дискуссионной. И напоминание о том, что это не только смерть одного человека, то, что важнее всего, конечно, было для меня, а это была угроза жизни очень многих людей, которые находились в Лондоне. И оставить это вот так вот, неразрешенным, без наказания, просто нельзя. Поэтому в случае с высказыванием Орайли, Пескову и остальным воздыхателям кремлевского полубашка лучше было бы оставить свое мнение при себе. Заткнись, кто ты такой вообще? Придурок ты, понимаешь? К тому же Трамп не стал оспаривать утверждения о том, что Путин убийца. Но добавил, что есть множество убийц, и в том числе в США. Паладим ли мы с Путиным, я пока что понятия не имею. Но он же убийца. Путин убийца. Есть много убийц. У нас у самих в стране тоже много убийц. А что ответил Трамп, если не секрет? Он не стал отрицать того, что Путин убийца. Но он сказал, что Америка тоже как бы не в белых перчатках. Ну, не знаю. Тут он, наверное, не прав. Мог бы ответить и как-то обозначить свою позицию, наверное, более. Позже вице-президент США Майк Пентс пояснил, что Трамп не ставил знак равенства между американскими и российскими ценностями, а говорил лишь о намерении выстраивать новые отношения с Москвой. Так что очередной удар в спину пропущен и фамилия президента США в известном словосочетании уже неистово наносится на задние стекла автомобилей патриотически настроенных граждан Великой Необъятной. Трамп – это президент Америки. С лозунгом «Сделаем Америку как там, сильной или еще какой-то». И когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему высказал свою точку зрения на его вопрос. Говорю, вот представьте, сидите за столом переговоров. Вот мы с тобой и Трамп напротив. Или ты с ним. Лозунг написан. «Сделаем Америку сильной». Вот такие, такие, в связи с этим меры. В каком вагоне будешь сидеть? В первой не посадишь с собой рядом. Скажешь, в 27-м. Или в 20-м, как экономика России. 20-е место, 20-й вагон. Согласишься? Нет. И я бы не согласился. А как потом реагировать на это? Президента-то вы назначили в Америке. Он тоже плохой. Как Обама плохой, так и этот плохой. Надо понять, что Америка избрала проамериканского президента. Не пророссийского и не пробелорусского. И не настолько он глуп, как некоторые думают. Это, пусть даже он неопытный. Да, некоторые шаги он делает. Нам отсюда кажется, я это все проходил. Когда не с элиты приходишь вот наверх, я это все пережил и прошел. Да, надо было где-то спокойнее и проще. Но это нам отсюда кажется. Но там же много умных людей. Там много умных людей. 80% евреев. И им не скажешь, что они глупые люди. Нация далеко не глупая. И вы это чувствуете. Подскажут, расскажут и помогут. Поэтому не надо в эйфории пребывать, что в Америке там что-то такое произошло. Трамп, какой бы он ни был сильным, я говорю, Трамп не Америка, он весь мир не перевернет. Как бы нам не нравилась глобализация, что касается точки зрения экономики, кто сегодня повернет? Это тренд на века. Его уже не в состоянии кто-то развернуть. Да, он может вернуть. Дженнин Моторс, там, Форд, вернуть некоторые предприятия в Америку. С большими потерями там. Он, Тойота, ему ответила на свои предприятия, которые в Америке. Он же не хочет, чтобы американские были автомобили. Ему Тойота говорит, дорогой мой, это же наш бренд, но ваши люди работают. Предприятия под брендом Тойота. Производят налоги, платят и продают там. Что тут плохого? Да, говорит, неплохо. То есть это все устыканится. Вот это вот хитросплетение, это предвыборная еще чахарда, которая в Америке с ошибками. Через полгода это все снизойдет. Вы же уже видите, что он готов с нами сотрудничать и с Россией только по антитеррористическим вопросам. А раньше и санкции снимал, и все, и так далее. Прошла эта волна предвыборная. И все, утихомирится. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Трамп, как говорят компьютерщики про взлом программ, крякнул эту гнилобатую американскую систему элит с первого раза. Парень из Бруклина, сложный подросток, смог сделать то, о чем по идее должен мечтать каждый американец, стать президентом Америки. И Америка получила свое лицо, которое очень напоминает плакат с дядюшкой Сэмом и вопрошающим перстом. Что сделал ты, чтобы Америка снова стала великой? Программная речь Трампа ровно сто раз прорывалась аплодисментами приблизительно за час. Не трогать нашего Трампушку. Я помню его. Трамп наше все, его главное не трогать. Мы поддерживали Трампа, моего группа в поддержке, мы знали, что мы делаем, и наш кандидат выиграл. Избранием Трампа президентом США старый мир 20 века закончился. Нет, Бог! Трамп а-ля карт. Нет, Бог, пожалуйста, нет! 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 Реальность не в том, что Трамп пророссийский. Нет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова